всем привет ребята меня зовут юля время экспериментов продолжается сегодня будет очередной ролик в котором я буду как переделывать одежду так и шить ее самостоятельно посмотрим что из этого выйдет сегодня будет как раз таки день экспериментов когда я точно не знаю что получится в итоге мне самой интересно честно правда и мы с вами проверим два ролика стик тока которые помогут нам а сделать классный тай-дай я реально не пробовала этого делать я знаю что уже все попробовали на мне почему-то кажется что есть небольшая вероятность том что я могу накосячить ну и второе мы с вами пошьем очередной топ я не швея кстати говорю сразу шить не умею но объясняю приблизительно понятно для таких же ребят которые не умеют шить как и я но мы попробуем с вами сделать топ видимо я мастер именно по пошиву топов он очень крутой я видела такие топы в пинтересте обожаю копаться в пинтересте и в общем то попробуем с вами сделать его вместе и я думаю что его точно так же можно будет сделать и своими руками не обязательно использовать машинку так что давайте приступать чем больше тик ток по размерам тем лучше чего это мы будем его смотреть на маленьком телефоне в общем то первый тик ток будет про то как сделать вот такой вот тай-дай суть заключается в том чтобы взять одежду свернуть ее залить отбеливателем дождаться какого-то времени пока она выцветит и станет рыжего цвета но я решила использовать две вещи переделать две вещи стиле тай-дай надеюсь что у меня это выйдет давайте смотреть и так приступаем к нашей переделки я взяла черную футболку немного намочила ее водой и свернула как девушки при помощи канцелярских резинок вот такой вот жгуток но знаете я вам скажу так я заливала эту футболку сначала раствором с отбеливателем 50 процентов воды 50 процентов отбеливателя ничего не получилось затем полностью намочила ее водой и залила уже стопроцентным концентратом отбеливателя он называется по моему айс но вы сможете его увидеть чуть позже в ролике и тогда все получилось дала пару часов постоять смотрела просто на результат постирала высушил и вот что получилось я решила не прекращать эксперименты на только одной футболке и взяла еще такую вот кепку из ресерта когда-то я ее уже переделывала и вышивала вот эти цветочки цветочки не проканали пришлось их отбороть вот тут я вам пытаюсь показать что от соли она и так уже немного выцвела и осталось еще очень много следов от цветочков тем более они более темные и я сомневалась что получится красиво и хорошо но все-таки решила попробовать и хуже все равно это кепки уже точно не могло бы стать поэтому я ее точно также свернула в одной части там где могла это сделать взяла все-таки раствор именно 50 процентов отбеливателя 50 процентов воды и начала заливать уже им хаотичном порядке поскольку свернуть полностью кепку саму не удалось этого раствора на кепку хватило получился интересный результат его вы можете оценить сами вам может как понравится так и не понравится итак второй ролик для тех кто любит интересные топы и шить во что бы то ни стало даже если не умеет поэтому давайте посмотрим как из небольшого кусочка ткани возможно что какой-то старой одежды девушка сделала себе интересный топ если честно такое впечатление что она сделает это за 2 секунды но я думаю что у меня это не займет 2 секунды а еще у нее есть ткань не настолько мягко насколько у нее но надеюсь что в принципе приблизительно я поняла как это сделать поэтому тоже давайте проверять я бы была не я если бы мы чего-то не сшили в этом ролике поэтому я взяла вот такой вот отрез ткани и отмерила какую-то там длину которая мне показалась приемлемой для себя и конечно этот отрез ткани у меня кстати хлопчатобумажная ткань должен быть подшит со всех сторон так как у меня три стороны уже было подшито то мне осталось подшить только одну и также я вырезала 4 сантиметров и вот такие вот лямки прогладила один из подгибов поскольку три других у меня были это было по моему заготовка для какого-то полотенечка что делаем с лямками сначала проглаживаем их пополам затем разворачиваем и каждую половинку приглаживаем к середине и опять сгибаем пополам так мы сможем ее прошить она будет аккуратно и ровно если у вас встреча ткань можете просто растянуть ее она свернется в трубочку и все будет как у девушки на ролике но так как у меня такая вот упругая хлопковая ткань то я просто прошила лямки далее на основе топа мы загибаем вот так края сверху и снизу снизу чуть побольше и проглаживаем хорошенько и мы должны пройти две прямые строчки по ширине где-то полтора сантиметра расстояния каждый друг от друга по всей длине топа я соединила также лямки мне кстати потребовалось наверное длина более двух метров чтобы втянуть лямки в топ я использовала булавку втянула просто напрямую вверх и затем каждую из сторон с той же самой стороны втянула перекрестную друг другу я думаю вы поймете как это должно выглядеть и вот такого топ получился я его завязала немного не так как девушка на видео но так как сделала я он держался гораздо более крепко ребята что ж вот таким вышел этот ролик скажите пожалуйста понравились ли вам результаты моих работ и переделок и забывайте о том что я вас очень сильно люблю встретимся с вами в одном из следующих роликов я вас целую до встречи пока